Всем привет, с вами Томо, и сегодня у нас будет обзор набора Elements of Harmony Friends. Набор 2013 года выпуска. Очень клёвый, очень долгожданный, и, наконец, его привезли к нам в Россию. Совсем недавно их завезли в детский мир, поэтому торопитесь, их там очень мало и их очень быстро раскупают. Я ждала этот набор, прежде всего, ради Fluttershy с каноничной гривой. Её мне очень-очень-очень не хватало. Но также в нём есть очень замечательные другие персонажи из второй серии My Little Pony Friendship with Magic Part 2. Это герои вечно свободного леса, когда они искали замок старой принцессы. Ну, в общем, давайте посмотрим, как это всё выглядит вблизи. Играет музыка. И первое отличие этих наборов от старых наборов, то, что фон, он не вынимается. Он прямо на этой коробочке и приделан. То есть в наборах 2012 года выпуска картоночки внутри фон, он как бы вынимался, и можно было красиво поставить на полку. Но тут Hasbro решили сэкономить и как бы всё, только если самому вырезать. Ну, и вот так оно выглядит сзади. К слову, мне попалась коробочка, которая жутко потрепалась при транспортировке. Она была вся помятая. Вот. Что свидетельствует о том, что их привезли мало. Так, и тут мы видим всех героев с именами. Давайте смотреть сами фигурки. Так, ещё в наборе была куча-куча бумажек. Даже два комплекта зачем-то. Возможно, нечаянно положили два, обычно по одному. Так, и вот они, наши, наши фигурочки наши. Так, начнём с лутешай. Вау, как легко она вынулась, как это непривычно. Флатье, ура, настоящее платье с нормальной футершайевской гривой. Как это вообще супер, как это вот-вот-вот-вот, без сравнения с старой футершай. Ну, просто, ну, согласитесь, вообще, по сравнению со старой фигуркой, это вообще the best футершай, и, ну, просто, я не знаю, почему они сразу так не сделали, зачем они так долго нас мучили. Вау, и глазки как надо, и чёлочка, и хвостик, и просто это, не знаю, самая лучшая фигурка на свете. Так, что у нас ещё есть? У нас есть рэрити. Слушайте, как они легко вынимаются по сравнению с предыдущими распаковками, это просто прям оп, и гунулось сюда. Рэрити в данном наборе с обрезанным хвостиком, когда она помогала нашему чудесному Стивену Магнету с усиком, который там я вижу прямо её, по-моему. Ну, сейчас достанем. И, собственно, она с коротким обрезанным хвостом, вот для сравнения с каноничной рэрити. С одной стороны и со второй стороны. Тоже отличия имеются явные, кроме хвостика, само собой. Другой вид гривы немного. Больше похож на рэрити, какая она есть. Вот эти задние локоны, мне эти всегда не очень нравились. Так, ну, мордочка. Я даже не знаю, кого мне больше нравится, в принципе. Почти одинаковые. Хотя некоторые различия всё же есть. Глазки. Так, ну, в общем, она очень на неё похожа, но с обрезанным хвостиком и с немного другими локонами сзади. Хотя у этой, мне кажется, мордочка более изящная. Может, только кажется? Вот. И цвет у старой рэрити более белый, потому что это, не знаю, пластик какой-то более такого цвета молочного, чем блестящий вот этот белый. Так. Но, тем не менее, перейдём дальше. Дальше. Стивен Мэгнетт. Водный или речной змей. Змей. Который очень одержим своим внешним видом и который очень-очень расстроился. И тогда ему обрезали один его шикарный вкус. И, собственно, он не хотел пропускать наших поняш. И рэрити подарила ему свой хвост в качестве второго сона. В общем, душесчипательная история. Такой вот очень гламурный персонаж. Все знаки, копирайты и так далее у него вот тут вот на дне морском расположены. Вот. Он такой достаточно более мягкий, чем другие фигурки, мне так кажется. Может, просто потому, что пластик тонкий. То есть, он такой прям гнётся весь. Вот. Тоже очень аккуратно сделан, аккуратно покрашен. Вид у него суперский такой. Ну, вообще, очень клёвый тоже. Хотя они его на хвосте налажали. Заразы. Вот. Правда, по сравнению с поняшами, он всё-таки был поболее, чем в данном случае. То есть, ну, как бы вот у рэрити не такой хвостик был всё-таки. Вот. Такой вот у нас Стив. Собственно, я хочу рассказать ещё об этой фигурке. Почему Стив Мэйнетт? На самом деле, это фанатское имя. И очень странно, что Hasbro взяли его на официальное вооружение. Потому что само имя пришло персонажа совершенно случайно. Это ошибка функции Ютуба, Transcribe Audi, когда Ютуб предлагает вам субтитры, генерируемые по, собственно, звуковому сопровождению. И, собственно, вот во второй серии My Little Pony, когда Рэрити говорила, что у него сказочный маникюр, Your Fabulous Manicure, почему-то сервис написал в субтитрах вот это вот Стивен Мэгнетт. И фанатам так это понравилось, то есть там был скриншот, прямо Стивен и прямо это написано. И все решили его так и называть. И, собственно, Hasbro пошло навстречу фанатам и оставила ему такое имя. То есть, это круто. Вот, давайте дальше смотреть. Следующая фигурка замечательный Монтикор. Как его тут называют? Мэнни Роор. Очень няшненький, очень грустный, из-за того, что ему колючка в лапку попала. С мягкими тоже крылышками, они очень легко гнутся, на самом деле. То есть, какой-то более мягкий пластик, даже хвост более твердый. Вот. Причем тут видно, что он не монолитный. Потому что грива у него как-то сверху одевалась явно. Ну, то есть, как-то интересно. И вот сзади вот шов мы видим. То есть, он как-то еще сборно-разборно был. И крылышки вот тут у нас вставляются, интересно. То есть, как-то продвигается процесс создания фигурок. И не просто там отлили кусок пластмассы и раскрасили, а вот уже с какими-то более другими материалами. Крылышки, например, с вставкой мордочки в гриву. То есть, ну, супер. Покрашен тоже аккуратно. Выражение морды просто не передаваемое. Так хочется его взять домой и подискать. Вот. Ну, у меня же есть две кошки. Хотя не судьба, только на полке стоять. Все копирайты тоже сзади. Няш по сравнению с Латтершай. Ну, он тоже был, конечно, покрупнее, чем здесь. Но, тем не менее, он просто... Няша. По-другому не скажешь. И последняя фигурка в данном наборе. Это Найтмар Мун. На основе молда Принцесс, который был в пятой волне Блайндбэгов. Что мне с ней сразу сомнительно, это сиреневая грива. Я не знаю, почему Hasbro упорно делает Найтмар Мун сиреневую гриву. Хотя... И в других фигурках тоже, не только в этой. Хотя в их оригинальной рисовке у нее, скорее, была все-таки такая ярко-синяя грива. И там немножко есть сиреневый орел по краю. Но, тем не менее, мне всегда казалось, что основной цвет у нее все-таки синий, а не сиреневый. Но, тем не менее, на фигурках она почему-то всегда такая. Кьюти Марка с одной стороны. Луна. А со второй стороны тоже есть точечки, но на Луне нет. Интересный подход. Вот так это смотрится. Крылышки немножко накосяченные тут вот с покраской. Тоже более мягкие. Но, в целом, это полностью повторяет молд Принцесс из пятой волны. Поэтому ничего нового тут не придумали, потому что по-другому нарисовали глаза. Тоже очень интересно. Роб у нее... Ну, почти прямой, чуть-чуть, чуть-чуть скривили ушки видны. Ну, в целом, тоже достаточно детализированная фигурка. И для фанатов Nightmare Moon это... Ммм... Только вот у нее тут было полумесяца, не ромбик. Ай-яй-яй, Хасба. Сами не знают, что их... Ну, и корона, собственно, конечно, у нее тоже не было. У нее шлем был. Ну, в общем, неважно. Молд, он и есть молд. Они не будут кастомизировать фигурки так часто. Вот. Такой вот у нас супер-упер-мега набор, который займет очень много места на полке. Я очень рада, что Хасбро подошли к более интересному подходу с созданием наборов. Не просто там, то и фигурки. Как попадется, можно сказать, набор по серии непосредственно. Это супер, это здорово. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok